Многие думают, что по ту сторону импортозамещения жизни просто нет. На самом деле это не так. Я лично в этом убедился, попробовав российский софт в деле и посмотрев, как он работает. Да, конечно, где-то ему есть куда прибавить, где-то он не дотягивает по количеству функций или по их качеству. Но это то, что позволит нам пользоваться привычными функциями программного обеспечения, если западные разработчики заблокируют часть функций на территории Российской Федерации или запретят продление лицензий своего софта. Для того, чтобы убедиться в этом лично, я попросил у ребят из XCOM две рабочих станции, которые полностью работают на российском ПО. Одна из них на операционной системе RedOS, а вторая на базальте. Обе они соответствуют принципам импортозамещения и могут использоваться на предприятиях государственного сектора. Я специально не стал просить собирать эти рабочие станции из топовых компонентов, потому что мне было интересно посмотреть, как российское ПО работает при не очень высокой производительности на не очень дорогом компьютере. Хотя под заказ можно сделать любой вариант. Также я специально не стал просить, чтобы его собирали из российских компонентов, потому что про это мы уже рассказывали и обязательно расскажем в будущем, и это тема отдельной истории. Сами же характеристики компьютера выглядят следующим образом. Это AMD Ryzen 3, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт SSD. Согласитесь, комплектация довольно средняя. Как работает система, как выглядит ее интерфейс, насколько быстро она загружается и вообще можно ли в ней работать, я покажу чуть позже. Если интересно перемотать туда, перематывайте на вот это время и там уже все начнется. Пока я расскажу в целом про российский софт и то, что он может предложить и что он может заменить из зарубежных аналогов. Сейчас я не буду сильно вдаваться в подробности и рассказывать о каждом компоненте в отдельности, просто расскажу в общем. Если вам интересно что-то конкретное, обращайтесь к специалистам XCOM, они обязательно вам все подробно расскажут и даже дадут компьютер для того, чтобы вы сами попробовали, насколько это возможно работать. В том числе это можно сделать удаленно. Или просто пишите в комментариях, что вам интересно и обзор на какое ПО снять более подробно. Прежде всего стоит отметить, что даже на уровне операционной системы нам есть что предложить западным конкурентам. Например, вместо Windows можно использовать операционные системы RedOS, Astro Linux, Basalt и некоторые другие. При этом их интерфейс очень сильно напоминает тот, что предлагает нам Microsoft. То есть, перейдя на это ПО, мы не будем чувствовать никакого дискомфорта. Достаточно быстро привыкнем и начнем пользоваться им как основным. Например, Astro Linux совместима с большинством российских и иностранных производителей ПО и аппаратного оборудования. Также она имеет приятный интерфейс и включена в реестр Минкомсвязи, чтобы ее можно было использовать для целей импортозамещения. Также ключевым преимуществом этой операционной системы является то, что ее можно интегрировать в IT-инфраструктуры любого масштаба и уровня сложности. Alt выпускается для рабочих станций и для сферы образования. Среди ключевых преимуществ образовательной версии можно отметить возможность централизованного управления и дистанционного развертывания дистрибутивов. Также сюда можно отнести большое количество ПО для работы и обучения. RedOS — российская операционная система общего назначения для рабочих станций, которая позволяет работать с документами, текстами, таблицами, презентациями, фото, видео, контентом. И при этом даже предлагает браузер с поддержкой гост-криптографии. Все эти операционные системы имеют понятный и интуитивный интерфейс, к которому не придется долго привыкать, потому что они очень похожи на Windows и даже чем-то напоминают macOS. То есть переходя с macOS на эти операционные системы, у вас тоже не будет больших проблем. А при переходе с Windows вообще все будет легко, просто и понятно. Но не только операционными системами ограничиваются производители российского ПО. Есть, например, и антивирусы. И среди самых известных можно назвать решения от Dr.Web и лаборатории Касперского. Они предлагают защиту от фишинга, защиту платежей, блокировщик рекламы, защиту от сбора данных и многие другие компоненты. А также соответствуют требованиям при работе с государственной тайной. То есть они могут легко заменить привычные нам Avast и Norton. Есть замена и для привычных нам продуктов, входящих в пакет Microsoft Office. Так, например, мой офис и R7 Office предлагают возможность работы с таблицами, текстами, презентациями, аналитикой. И даже возможность работы с электронной почтой и календарями. Оба пакета могут использоваться не только в рамках российского ПО или российских операционных систем. Их также можно использовать и на других платформах, в том числе и на мобильных. А среди основных ключевых функций можно отметить широкие возможности совместной удаленной работы, возможность работы с документами форматов Microsoft Office и гибкие возможности масштабирования. А еще они имеют интуитивно понятный интерфейс и если и проигрывают в каких-то компонентах привычным зарубежным аналогам, то совсем не сильно, при этом предлагая взамен некоторые эксклюзивные функции. Если вы часто работаете с документами в формате PDF и используете для этого продукты компании Adobe, то перейдя на продукты компании Abby, вы только выиграете от этого. Потому что она уже очень давно существует на рынке и некоторые функции, которые сейчас применяются в продуктах Adobe, она предлагала уже достаточно давно и может быть даже раньше своего конкурента. По крайней мере это очень хороший вариант для работы с PDF и другими офисными форматами документов. А также Abby Fine Reader 15 предлагает различные возможности лицензирования, возможность конвертации и возможность сравнения содержимого документов. Если вы занимаетесь созданием контента и из широкого набора предложений Adobe вам подходит Photoshop и Premiere, то их российскими аналогами будут Elef Colors и Movavi. В первом случае вы можете работать с изображениями высокого разрешения, использовать графические планшеты, использовать точное выделение и настраивать кисти. Есть даже функция обучения, которая позволит быстрее освоить это приложение. Movavi уступает Premiere по функциональности, но его возможностей более чем хватит для простых пользователей. Вы сможете создавать какие-то простые презентации, демонстрационные ролики и даже вести блоги среднего уровня. А широкие возможности магазина эффектов, которые встроены в это приложение, позволят вам еще больше разнообразить контент и расширить возможности вашего приложения. Есть также приложения для тех, кто занимается проектированием или конструкторской документацией. Так, например, на смену привычным им AutoCAD и SolidWorks могут прийти Ascon Compass Graphic и Ascon Compass 3D. Они предлагают возможности проектирования изделия любой сложности, автоматизацию отраслевых задач, а также предлагают бесплатную поддержку и гибкую лицензионную политику. Ну а теперь посмотрим, как эти приложения работают в деле, что они из себя представляют, насколько они шустрые или наоборот медленные, и как вообще работает операционная система. Перед нами операционная система RedOS, установленная на одну из рабочих станций, о которых я говорил ранее. Для начала запустим меню пуск и посмотрим, что в нем вообще есть. Оно выглядит примерно так же, как меню пуск в Windows, то есть никаких отличий здесь нет. Есть некоторые незначительные изменения, но в целом разобраться можно и все в общем-то понятно. Попробуем запустить офисный пакет. Открываем раздел Office и смотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть пакет LibreOffice, это тоже российское ПО, которое позволяет работать с документами, с текстами, с таблицами. Есть R7 Office и мой офис таблицы и мой офис текст. Попробуем посмотреть, что такое R7 профессиональная версия. Как видим, открывается меню, похожее на запуск Microsoft Word. Нажимаем документ, создаем новый документ и видим, что здесь тоже все очень просто и понятно. Сверху у нас находится меню, в котором мы выбираем вставка, макет, слои, совместная работа, защита, плагины. А также есть раздел File, в котором мы можем посмотреть все настройки документа, сохранить, открыть, количество символов, документы на странице и внести все необходимые настройки. То есть, как видим, интерфейс практически не отличается от Microsoft Word и освоить его будет легко, просто и понятно. При этом, если нам нужно создать несколько документов, ну, например, в этом мы уже поработали. Мы открываем файл, нажимаем создать новый и у нас появляется еще один документ сверху вот в этой вкладке. То есть, мы можем перемещать их местами, возвращаться к одному документу, к другому. То есть, работать с несколькими документами одновременно. Что бывает очень полезно, когда вы, например, делаете несколько документов, допустим, договор, доп. соглашение, к нему какие-нибудь документы на оплату, и все у вас будет отображаться вот здесь. Вы можете быстро переходить от одного документа к другому, меняя какие-то данные, подсматривая что-то и перенося один файл туда и сюда. Попробуем открыть LibreOffice и увидим, что там находится все то же самое. Открываем LibreOffice. Запускается он просто моментально. У нас сразу открывается программа, которая позволяет нам изучить его и понять, что в нем к чему. Здесь, конечно, интерфейс немного другой, но в целом он тоже интуитивно понятен. Есть открыть, сохранить, закрыть, печать, работа с текстом, работа с шрифтом. Выбираем шрифт нужный нам, выбираем размер шрифта, жирный курсив подчеркнутый, а с самим текстом работаем в основном поле. Как видим, здесь все очень понятно, просто и интуитивно. Он немного проще, чем показанный ранее R7 Office, но все равно здесь все понятно, просто и логично. Также есть таблица. Мы можем закрыть этот документ, сохранить, не сохранять, отменить. Допустим, он нам не нужен, мы его не сохраняем. Также мы закрываем R7. Все документы мы не вносим изменения. Открываем пуск, офис и выбираем. Мой офис, таблица, домашняя версия. Запускается интерфейс, похожий на Excel. Опять же, таблица, все просто и понятно. Нажимаем, вводим какие-нибудь значения, вводим какое-нибудь значение, в следующие ячейки вводим другое значение, в следующем мы их суммируем. И можно протягивать это значение вниз, чтобы у нас все рассчитывалось и было накопительным итогом. То есть здесь можно делать все то же самое, что в Excel. Да, может быть здесь не будет некоторых функций, но в целом все отлично и все работает очень быстро, никаких задержек нет. Я пробовал делать тысячные строки, делать большие таблицы, большие переносы и все просчитывается просто моментально. Ну а то, что она моментально запускается, вы тоже видели. Также о скорости работы важно сказать одну очень интересную деталь. Обратите внимание, как быстро компьютер включается и выключается. Сейчас мы пробуем его выключить. Нажимаем кнопку выключить. И он уже не работает. Прошло буквально 3-4 секунды и компьютер полностью выключился. А теперь мы попробуем его включить и посмотрим, сколько нам нужно на это времени. Устанавливаем секундомер. Нажимаем кнопку запуска компьютера и сразу нажимаем кнопку старт. И смотрим, сколько времени потребуется на загрузку этого компьютера. Как видим, результат не самый выдающийся. Но учитывая, что примерно 10 секунд я потратил на ввод пароля, 40-45 секунд для загрузки компьютера это не так плохо. Некоторые компьютеры загружаются дольше. Поэтому будем считать, что результат получился средним, но допустимым. А теперь посмотрим, насколько быстро загружается компьютер на Альте. Нажимаем кнопку питания и запускаем секундомер. С учетом примерно 5 секунд на ввод пароля, компьютер загрузился за 36 секунд. То есть можно сказать, что время загрузки составляет примерно 30 секунд и это хороший результат. А теперь мы можем посмотреть, насколько быстро будут открываться приложения. Запускаем меню пуск, смотрим и видим, что здесь все то же самое, как и в Windows. Все привычно и понятно. RedOS, Alt, везде все сделано так, чтобы было этим просто пользоваться. Переходим в раздел Office и запускаем, например, LibreOffice. Смотрим, сколько времени она будет запускаться. Оболочка открывается практически сразу. Попробуем запустить таблицу и видим, что она тоже запускается моментально. На это уходит буквально секунда, максимум полторы и все запускается. И мы можем уже работать с таблицами. Создавать их, менять значения, суммировать или делить что-либо и протягивать данные, чтобы понимать, что нам нужно, что мы получаем и какой результат у нас будет. Более подробно о самом софте мы можем поговорить в отдельных роликах или вы можете узнать это у специалистов XCOM. А пока мы посмотрим, как быстро загрузятся другие пакеты, например, R7 Office. Запускаем его, ждем буквально пару секунд и опять же открывается оболочка. Пытаемся создать документ. Это тоже занимает буквально несколько секунд. И мне даже кажется, что эта система работает чуть быстрее, чем RedOS. Ну и напоследок попробуем открыть мой офис. Загрузка также занимает буквально 1-2 секунды и перед нами уже интерфейс приложения, который мы можем растягивать, перемещать, двигать. И как видим, нет никаких задержек. Все работает быстро и просто и понятно. Еще раз отмечу, что верхняя часть интерфейса сделана настолько похожей на обычный классический Excel, что заблудиться в ней будет практически невозможно. Вставка, формат, таблица, данные, инструменты. Все здесь. Выравнивание, шрифт, размер шрифта, жирный курсив подчеркнутый. Все это настраивается здесь, все в верхней части. Все очень удобно. Можно свернуть ее, чтобы это было более компактно, если у вас маленький монитор. Развернуть, если у вас большой монитор, как у меня. И вот в этом поле работать с данными, с таблицами, с отчетами и с аналитикой. Ну а теперь посмотрим, сколько времени этому компьютеру нужно на выключение. Также нажимаем меню пуск, выбираем выйти и нажимаем выключить. Компьютер выключился. То есть опять же, 2-3 секунды на выключение. Это очень хороший результат. Такое едва ли вы где-то найдете. И такое сложно найти даже в Windows. Он выключается дольше. Кроме самих приложений операционных систем, существуют и другие российские продукты, которые позволят пользоваться IT-инфраструктурой в комплексе. К ним относятся системы управления базами данных, операционные системы для серверов, системы виртуализации и почтовые серверы. Многие из них создаются разработчиками самих операционных систем, о которых мы только что говорили. Соответственно, они позволяют гораздо плотнее интегрировать всю эту инфраструктуру и собирать все вместе. Есть также системы виртуализации, которые позволяют работникам работать удаленно и заниматься своими делами, находясь вне офиса, вне дома, где-нибудь в дороге, что существенно повышает производительность труда. При этом все системы соответствуют требованиям по импортозамещению, могут использоваться в предприятиях государственного сектора и имеют широкие возможности масштабирования в зависимости от поставленных перед ними задач. Конечно, софт, который создан для выполнения задач импортозамещения, еще очень молодой и ему есть куда развиваться. Пускай некоторые решения уже даже превосходят их зарубежные аналоги, потому что они создавались давно или очень быстро развивались, но в основном все-таки этому направлению еще есть куда расти. Некоторые функции уже отрабатываются и скоро появятся в российском софте, некоторые еще только в перспективе, но этот софт уже сейчас может заменить западные аналоги практически во всем. То есть работать будет немного сложнее, немного непривычно, но сделать это можно и импортозамещению все это соответствует. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их специалистам XCOM, они ответят даже на самые сложные из них. Также они могут предоставить вам для тестирования эти рабочие станции, чтобы вы попробовали их, посмотрели этот российский софт и смогли понять, насколько он подходит именно вам в ваших условиях. Если вы хотите посмотреть более подробный обзор какого-то из продуктов, о которых я сегодня говорил, пишите об этом в комментариях, мы обязательно рассмотрим этот вопрос и снимем соответствующие ролики. Ну а у меня на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о новых роликах, обязательно пишите в комментариях, что вам интересно из российского ПО или чем вы уже пользуетесь. И до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.